Спешу порадовать всех любителей синеньких. Расскажу вам, как приготовить киш с баклажанами. Если вы поклонник данного овоща, то вам сюда заходите и угощайтесь. Если у вас дома одни мясоеды, то просто добавьте к начинке обжаренный фарш. А вообще здесь очень удачное тесто и сама по себе вкуснейшая сливочно-сырная заливка, подойдет для любой начинки. Нет баклажанов? Просто замените их на грибы, рыбу или любые другие овощи по вкусу. Уверена, что получится ничуть не хуже. Мука – 300 грамм. Масло сливочное – 150 грамм. Яйца 4 штуки, 1, в тесто и 3, в заливку. Соль – 1 дробь 2 чайных ложки, тесто. Баклажаны – 1-2 штук. Масло растительное – 50 миллилитров. Сметана – 190 грамм. Сливки – 200 миллилитров. Сыр – 80 грамм. Лук зеленый – 1 пучок. Помидоры черри – 10-14 штук. Перец черный молотый, по вкусу. Количество порций – 8-10. Подготовьте все ингредиенты. Соедините муку, нарезанное кусочками масла, яйцо и соль. Перемешайте все ложкой, а затем руками замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Соберите его в шар, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Баклажаны нарежьте произвольно, но не сильно мелко. Обжарьте на растительном масле до готовности. Соль добавьте по вкусу. Распределите тесто руками по смазанной маслом форме, формируя высокие бортики. Наколите дно вилкой, сверху выложите пергамент и насыпьте на бумагу фасоль, имитируя груз. Выпекайте в разогретой до 210 градусов духовке 10 минут. Затем уберите бумагу с фасолью, смесьте температуру до 180 градусов и допеките еще 10 минут. Выложите обжаренные баклажаны. Посыпьте баклажаны измельченным зеленым луком. Сверху выложите нарезанные кружочками помидоры. Если помидоры сильно мелкие, то достаточно разрезать их на две части. В отдельной миске смешайте сметану, сливки, яйца, тертый сыр и молотый перец. Добавьте соль по вкусу и вылейте все на начинку из баклажанов, лука и помидоров. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов около 20-30 минут. Киш с баклажанами готов. Приятного аппетита.